Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, очень интересные новости из временно оккупированной части Николаевской области. Да, есть и такая, есть и такая, это Кинбургская коса. Я вам уже как-то рассказывал, по-моему, вчера или позавчера, что наш ГУР нанес удар по Тендровской косе. Это рядом территория Херсонской области. Они тут идут параллельно. Тендровская поменьше, и она как бы более в глубине расистов оккупированной территории. А вот Кинбургская, она, это Гырла Днепра, что называется, Устье Днепра, и там, ну, это часть, оккупированная часть Николаевской области, собственно говоря, которая, вот, составляет меньше, чем полпроцента от общей площади Николаевской области. Тем не менее, часть Николаевщины остается оккупированной. И вот сегодня утром туда высадились, высадился десант ГУРа, и очень славно отработал там позиции путинских боевиков. Надо сказать, что количество путинских террористов на Кинбургской косе довольно-таки значительно, и периодически приходится их там прореживать, как говорится, выколачивать их оттуда. Но вот этот рейд был особенно удачен. Значит, сегодня, ребята, ГУР высадился туда, высадился с различных плавсредств, отработал все, что нужно. Значит, уничтожено было 6, есть видео, фото, видео, фиксация этого всего дела, чтобы это не было, как говорится, пустопорожнее. Мы разместили это видео у нас на телеграм-канале. Ссылочка, как обычно, снизу в описании к данному ролику. Так вот, значит, высадились, уничтожили 6 единиц бронетехники, которая находилась там на косе. Уничтожили 3 позиции, оборудованное для обороны косы и для наблюдения за нашими позициями, расистами на Кинбургской косе. И уничтожили порядка 30 путинских боевиков, которые с оружием находились на Кинбургской косе. После чего, без потерь, наши удалились назад на исходные позиции. Отработали шикарно, это великолепная оболовна. Путинцы, как говорится, получили ляща. Рассказывали потом неблицы о том, как они кого-то поймали, кого-то они убили. Никого не поймали, никого не убили. Просто получали звездюлей в очередной раз. И что-то мне подсказывает, что век путинцев на Кинбургской косе будет не долг. Кстати, как и в Херсонской области. Что-то мне подсказывает, что очень скоро все это немножечко, точнее немножечко, сильно переменится и кое-кто будет оттуда драпать быстрее, чем его басолаптич, чем его анучи будут лететь поперед ним. Так что, ребятки, нам предстоят очень интересные моменты. Ни одной Курской областью, точнее Курской народной республикой, будут интересны некоторые моменты. Друзья мои, итак, еще раз. Отработана Кинбургская коса. Рашисты понесли потери. Все будет Украина. Продолжение следует... Продолжение следует...